Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня рецепт чудесных точек и общеукрепляющих точек акупунктуры при недостаточности ЦИ. Как это понять при недостаточности ЦИ? Мы уже знаем, что диагностика 12 меридианов нам полностью показывает, отвечает на вопрос, в каком состоянии энергии инь и янь. И если слабая энергетика у человека, кто не знает, о чем я говорю, пожалуйста, мои видео чудесных меридианов диагностики и мои видео виды диагностики вам в помощь. Смотрите внимательно и тогда вы ответите на этот вопрос, когда надо использовать данный рецепт. Данный рецепт мы используем при недостаточности. Когда у человека слабая энергетика, вялая, в ней нет нормы, в ней нет жизненного потенциала. Человек ослаблен из-за того, что он таскает свое физическое тело, но при этом у него нет энергичности. Он что? Не чувствует в себе жизни. Он чувствует в себе то, что он работает на свое тело, а не тело на человека. Вот эта слабость, вялость может породить все различные болезни от а до я. Мы как-то упустили, но данная лекция напомню, что согласно китайской восточной медицине чудесные меридианы показаны при свыше 400 видах заболеваний. Хотя я со своей колокольной скажу, мы уже знаем, что мосток дело тонкое и мы не лечим болезни. Мы восстанавливаем инь и я гармонию, от чего болезни, что в гармоничном теле не могут жить, а не уходят. Почему? А потому что там правит гармония. А вот когда нету энергии жизненной, вот там зарождаются все различные болезни. Почему? Потому что нет энергии для существования. Есть только для поддержания какого-то жизненного тонуса, но человек не рад своей жизни. Потому что если мы провели диагностику 12 меридианов, и она показала нам общий энергетический баланс слабый, в следствии чего выводы нам подсказывают, что чудесные меридианы тоже слабые, и ниянь слабые, у человека не хватает энергии. Так, скажем по-другому, слабый иммунитет, он предрасположен при всех заболеваниях, у него уже сформировались хронические болезни, он уже устал от этих болезней, у него нет сил, то, пожалуйста, данный рецепт, первый сеанс ВБ-41, П-9, второй сеанс МЦ-6, Е-36, третий сеанс НГ-3, РП-6, четвертый сеанс ТР-5, Ф-2, пятый сеанс РП-4, ГА-4, шестой сеанс П-7, ВБ-39, седьмой сеанс В-62, С-7 и восьмой сеанс Р-6, ГА-11. Вот такая комбинация, на первый курс достаточно провести человеку, у которого ослаблена энергетика. Почему так мало точек? Мне вот многие задают вопрос, вот мы были у китайца, там или у корейца, он взял в руки 20 иголок и 20 точек наколол, а вы даете всего лишь 2 точки. Но помните, уважаемые зрители, во-первых, когда вы продиагностировали, вы знаете, сколько энергии в человеке, это вам огромная подсказка. Вы уже не будете тыкать, а бы куда, либо массажировать, а бы шо, как пишут некоторые, ой, нашим прибором можно работать и 2, и 4 часа, есть такие. Некоторые говорят, в пирамиде можно и спать, другие говорят, магнитную воду можно там 3 литра в день надо выпивать. Ну, знаете, людей очень много, очень много людей, которые пытаются быстро восстановить баланс. Не пытайтесь, не получится у вас ничего. Сколько человек болел, умножайте на 2. А потом он выздоровеет. Вспомните мои слова. А те, кто не хотят жить вот этой вот теоремой, что умножаете на 2, пожалуйста, ищите себе людей, которые там по щучьему велению, по моему хотению, по супер какому-то там рецепту поставят вас на ноги. Как быстро поставят, так быстро вы израсходуете энергию. По капельке, помните, собирается ведро водички. По капельке. Вот по капельке энергия приходит в наши меридианы. Вот эти капельки вы должны драгоценность сохранять, чтобы наполнился этот резервуар. И все. Вы потом черпали с этого резервуара энергию. В данном случае, если человек слабенький, вялая, диагностика показала. Вот вам рецепт. Вы можете проработать первый курс. На второй курс вы можете уже поменять точки, взять другие общие укрепляющие. Вот можете по своему желанию добавить еще одну точку сюда. Но не более трех-четырех пар. Почему? Потому что, чтобы не воспалить тот ослабленный весь организм. Почему? Потому что энергия пребывала в слабости, вялости, а потом вы резко даете энергию. Что? Энергия начинает работать. Она воспаляет все те каналы, которые не работали. Человек получает негатив вследствие чего? Что он говорит? Вы плохой врач. Почему? Вот стало все, болело, мне стало хуже. А почему? Потому что его организм не привык к этой энергии, которую вы дали очень много, либо я дал очень много. Он привык к слабости, вялости, к апатичности. Поэтому потихонечку, по чуть-чуть энергии нужно восстанавливать. И от вас, как рефлексотерапевт, либо как человека мудрого, должны исходить слова консультации, в которых заложено. Пожалуйста, не стройте иллюзии, что вы очень быстро восстановитесь. Нет, постепенно. Постепенно, поэтапно. Вот так вот, такой рецепт. Вот этот рецепт можно работать при недостаточности ци. В следующем видео мы покажем при избыточности ци. И, минуточку внимания, здесь вы уже видите, кто смотрел внимательно мои лекции, что данные точки все взяты по теории усин. Чтобы что? Завести организм. То есть, все начинается с дерева. Мы взяли первую точку дерева, потом идут элементы огня, потом элементы огня, потом элементы огня, потом элементы земли, элементы металла, элементы воды. И все вместе, все вместе заводим, заводим динамо-машину. В следующей лекции мы познакомимся с избыточной энергетикой. Спасибо за внимание.